Всем привет! Сегодня хочу с вами поговорить о прочитанных мною книгах. Буду дочитывать книгу и сразу снимать кусочек моего впечатления о ней. Сегодня будет конкретно о психологии. У меня это будет Роберт Чалдини. «Психология влияния». На украинском языке «Психология уплыва». Очень вам рекомендую прочитать эту книгу. Ее я взяла у подружки Сандры. Она у меня есть в рекомендованных каналах. Можете перейти на ее канал. Там намного больше книг именно по психологии и саморазвитии. Что конкретно о этой книге и почему я вам ее хочу порекомендовать. Я вам расскажу с нее несколько историй, которые там есть. Их огромное количество. И она рассказывает именно о том, как на нас влияют разные маркетинговые компании. И как мы на автомате делаем много вещей. Это в принципе нормально, нам так проще жить. Просто здесь много разных пунктов. И в конце каждой истории как нам научиться говорить «нет», когда нашими автоматическими реакциями хотят воспользоваться. А сейчас вам расскажу вот эти несколько историй, чтобы вас заинтересовать, почитать книгу. Первая рассказывает, как в Америке убивали женщину. Ну, это не первая история, это в середине где-то. И было 38 свидетелей ее соседей, которые смотрели, как ее убивали. И здесь именно описывается, почему никто не вызвал полицию, хотя один звонок в полицию мог ее спасти. Потому что убийца ее как бы первый раз ударила, она начала кричать. Соседи увидели, он убежал. Увидел, что никто не выходит, полицию не вызвали. Второй раз к ней подошел и, по-моему, даже третий раз подходил. И уже позвонили соседи тогда, когда она была мертва. Думаю, вам будет интересно, почему вот так случилось. Далее второй вариант, ну, один из пунктов, авторитет, как заставлял ученый людей бить током других людей. И почему нормальный, среднестатистический человек, такой, как мы с вами, может втарить человека током сильным. Ну, это тоже для меня было неожиданностью, очень интересно. Также о концлагерях в Корее, когда были американские пленные, как их заставляли, как бы, ставать предателями. Это тоже такой, ну, очень интересный пункт. Там тренированные военные, как их заставляли менять идеологию. И тоже с такого уже более веселенького, расскажу вам уже вот эту историю всю. Продавцы игрушек, как заставляют покупать в январе, феврале месяца, когда мы уже деткам купили все игрушки, и, как бы, уже не имеем желания покупать дорогую игрушку. История в том, что все мы покупаем на Новый год, там, на День святого Николая, на Рождество деткам дорогие подарки, которые они просят. И что делает компания игрушек перед Новым годом? Они дают рекламу какого-то, к примеру, какой-то особенной игрушки. В книге описывается новомодного робота. Конечно, ребенок постоянно за вами бегает, хочу вот эту игрушку с рекламой. Будет, 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 и вы ему обещаете на Новый год или на Рождество. Я, конечно, куплю тебе вот эту игрушку. Она эксклюзивная, дорогая, классная. Приходите вы уже перед Новым годом, Рождеством в магазин, а игрушки нет. Компании там завозят буквально минимум, чтобы все не смогли купить. Вы докупаете какие-то альтернативы, дарите ребенку, и реклама как бы приутихает этой игрушке. Вы дарите альтернативу ребенку, и уже в январе как бы вы потратились достаточно большую сумму на вот такой важный праздник для ребенка на игрушку. И в январе месяце вы бы уже ничего не хотели покупать. Но по телевидению снова начинает активно идти вот реклама вот этой вот конкретной игрушки. И ребенок к вам подходит, там, мама, папа, вы же обещали мне вот эту игрушку. Я там полгода хорошо учился именно из-за этой игрушки. Я не хотела ничего другого. И вы идете покупать вот эту игрушку в магазин, потому что вы обещали. И это действительно так. Это очень хорошо работает. И вот таких вот историй, как компании знают нажиться на нас на таких разных пунктиках, там очень много. И описывается, как нам с этим бороться, как нам эти вот нюансы замечать. Поэтому абсолютно всем рекомендую. Безумно интересная книга. Сегодня я хочу вам рассказать сразу о двух книгах. Первая это бестселлер, реворк. Не буду коверкать название компании, которая ее выпустила. Все будет подписано в инфобоксе. Но я рекомендую эту книгу для прочтения абсолютно всем. Она настолько интересная. Здесь столько интересной информации. Но в первую очередь, если вы задумаетесь о своем бизнесе, это обязательно. Она вообще меняет наш взгляд на многие вещи. Особенно если, ну в основном, если мы планируем свой бизнес, то он маленький. Именно как для маленького бизнеса, для простых людей, что как очень хорошие, как бы разные советы. А что здесь такого самого-самого интересного? Например, мне было интересно о том, что нужно увольнять и не нанимать трудоголиков. То есть людей, которые работают больше, нежели положено. Потому что, как они говорили, например, люди, которые работают в нерабочее время, они устают и наоборот тормозят решение той или иной ситуации. Или чтобы вас заинтересовать, представляйте свой продукт, как это делают наркодилеры. Они рекомендуют, да. То есть, если вы создали что-то уникальное, классное, то вы можете раздать пробные образцы, и люди к вам потянутся, потому что они попробуются, захотят купить ваш продукт. Ну и здесь очень-очень много интересного. Например, что не стоит делать совещания, потому что они токсичные. На принципе, я, к примеру, много работала в Держ-структурах, и я вам скажу, что это действительно так. Много раз нас собирали, но просто чтобы поговорить о какой-то ерунде, что по сути, она просто разные совещания убивают нашу работу. То же самое они говорят о, к примеру, планировании. Все мы знаем, что нужно планировать наперёд, и что в наше время, вот эта компания как раз рассказывает, нет смысла планировать, потому что очень быстро всё меняется, и пока вы заняты планированием, уже всё поменялось. Ну, здесь очень много интересного, и насколько вот авторы этой книги пишут, у них компания всего 16 человек, которые находятся в разных точках мира, ну, они программное обеспечение как бы делают. Они не добавляют какие-то сложные функции, потому что говорят, что их не надо. Но настолько необычный взгляд на бизнес, кому интересно эта тема, очень рекомендую. Следующая книга, тоже бестселлер, которую я вам хочу показать, это «Ловец у жити» автор Селлинджер. Эта книга уже издана миллионными тиражами. Насколько я слышала, будет об этой книге ещё фильм. Она безумно интересная. Она рассказывает о мыслях подростка, как он стыкается с разными жизненными ситуациями, несправедливостями. И вот она очень сильно передаёт именно переживания подростка. И это очень интересно, потому что каждый из нас был в этом возрасте, и он очень отличается от того, что мы уже ощущаем во взрослой жизни. Также она передаёт время, в котором она была написана, несправедливость, какая была в обществе. И вот эта книга стоит прочтения, даже в том плане, что я лично больше не встречала нигде такого слога. От первых строчек до последних ты всё ждёшь, ждёшь, с удовольствием читаешь. Читается легче, нежели детектив. И если вам интересна вот такая тема переживаний подростка, взгляд подростка на жизнь, на общество, то очень вам рекомендую. Мне безумно понравилось. Могу порекомендовать 100% к прочтению, особенно, как повторюсь, подростка. Ещё один жанр, который я обожаю просто читать, это детективы. И сейчас я вам покажу нового для меня автора Ричард Праттер. Дома у меня был его второй том из серии. Конкретно он называется «Страптиз убийства». Вообще, эта книга, здесь два романа и несколько повестей. Она рассказывает об одном детективе Шелл Скотт. Я не знаю, мне кажется, есть фильм или сериал, кто знает. Но о самой книге, обо самом авторе. К сожалению, мне больше не понравилось, чем понравилось. Очень затянутые именно романы. Ты уже знаешь, чем закончится, в принципе. Романцам очень затянут. И ещё описание героев. Просто там на абзац ты доходишь до этого описания, и ты думаешь, «О боже, я не хочу». Ну, много очень. Возможно, читать повести мне понравились. Вот повести, если найдёте этого автора, детективные именно у него есть. Очень интересные. Они короткие, они быстро читаются. А вот романы у меня чувствую, что автор их писал повести, но ему нужно было роман, и он их растягивал. А вот насчёт повестей, здесь первые два романа, ну, достаточно так долго для меня читались. А повести, вот прям раз-раз-раз, и тебе интересно, ты хочешь дочитать, там буквально пару страниц, ну, там 50 страниц, это вообще можно почитать за час. Поэтому не то, чтобы полностью не понравилось. Повести, да, если где-то увижу, буду ещё читать. Но романы для меня достаточно затянуты. Напишите, читали ли вы этого автора, как вам понравилось или нет. Если вам не сложно, напишите ещё какие-то детективы именно, которые вот прям суперинтересные, мне будет интересно почитать. На этом я с вами буду прощаться. Сейчас как раз было Рождество, сейчас у нас много будет выходных. Надеюсь, мои книги, которые вам в этом видео рекомендуют, помогут вам скоротать зимние, тёплые, семейные вечера. И если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь, впереди ещё много чего интересного. Всем пока-пока!